Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Ранним утром 22 июня в Иванове почтили память павших в Великой Отечественной войне. В половине 4 утра к площади революции стала подтягиваться молодежь, чтобы принять участие в шествии. Это дата, которая горькими слезами отпечаталась на нашей истории. Но дело в том, что мы должны помнить, мы должны знать и передавать наши знания нашим подрастающим поколениям. Потому что, к сожалению, очень многие сейчас из молодых людей очень мало знают деталей нашей истории. Особенно таких весомых деталей не только истории российского государства, да, и в прошлом Советского Союза, но и всего мира. Колонна из более чем 200 человек с зажженными свечами в руках проследовала по проспекту Фридриха Энгельса к памятнику героя фронта и тыла. Вопрос, обращенный к молодежи о том, кто из ваших родственников участвовал в войне, у многих вызывал лишь улыбку. Звучали такие ответы, как «не знаю», «не помню», «никто». Немногие рассказали о дедах и прадедах, ковавших победу ценой собственной жизни. Мне кажется, практически невозможно найти семей, у которых таких людей нет или не было. В моем случае они были, но их уже, к сожалению, нет с нами. У меня прадедушка, дед Коля, воевал. Я очень мало о нем слышала, но то, что я слышала, очень интересно. Говорят, он был очень сильным человеком. И я думаю, это благодаря именно такому опыту войны. Он был необыкновенным, насколько я знаю. В отличие от нынешнего поколения, ветераны Великой Отечественной войны не могут говорить о событиях 41-го года без слез. Зинаида Матвеева, жительница блокадного Ленинграда, была совсем юной. Война застала ее во дворе родительского дома. Бегали, прятались, и вдруг слышим страшный обстрел. Вот стрельба из орудий по Ленинграду. А я чуть постарше, наверное, была, потому что я сразу закричала «Все ко мне! Все ко мне!» Потом вдруг с неба, как горох, как птицы, посыпались зажигательные бомбы. Они дырявили крыши и делали пожары. Тогда казалось, что ударом врага не будет числа. В Ленинграде начинался страшный голод. Зинаида Михайловна вспоминает случай, когда, оставшись без крови, ее семье предложили другое жилье. В новой квартире был камин. Помню, в этом камине, когда мы стали искать, папа нашел бутерброд засушенный, тоненький-тоненький, с булочкой, с маслом. И вот среди вот этого бумажного хлама и пепла нашел, поделился со мной. А я говорю о маме. Это были такие самые тяжелые моменты. Зажженные свечи – это память о тех, кто не вернулся с фронта, о тех, кто погиб, находясь на оккупированных немцами территориях. В память о них – минута тишины, минута молчания и, конечно, цветы. Цветы цвета крови, пролитой в боях за родину. Великая Отечественная война длилась 1418 дней и ночей. За это время потери Советского Союза превысили 27 миллионов человек. Это уточненные данные 2001 года. Но и сейчас, спустя 71 год, поисковые работы продолжаются, чтобы послевоенные поколения смогли с честью сказать – ничто не забыто, никто не забыт. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.